Следующий залог туинского языка – возвратный залог. Он имеет три значения. Первое значение – собственно возвратное значение. Обозначает действие, направленное на себя. Второе значение – косвенно возвратное. Обозначает действие, направленное для себя. Третье – возвратно-страдательное значение. Как и следует из названия, кроме возвратного значения, имеется также еще и страдательное. Почему этот залог был причислен к числу возвратных залогов? Потому что в данном случае эти глаголы употребляются без грамматического объекта, который непосредственно выполняет вот это вот действие какое-либо. Поэтому ее страдательное значение слишком сильно ослаблено. И поэтому он, в свою очередь, тоже имеет два значения. Косвенно возвратное значение. Например, глагол «пизитнер» «пизитнер» «заниматься писанием» переводится. Ну и второе – страдательное значение. Тот же глагол «пизитнер» На русский язык переводится как «писаться». Что-то пишется. «Пизитнер» – это непосредственно заниматься писанием, а здесь «писаться». Теперь рассмотрим аффиксы возвратного замока. Аффикс «н» Если заканчивается основа на «гласное» И «с» Гласный «н» Если на «согласный». Например, «толгар» Крутить, вертеть Возвратный «толгар» Основа Присоединяется Аффикс «он» «толган» Получается А возвратное А полный глагол «толганр» Вертится Крутится «толгар» Крутить «толганр» Вертится Крутится Вот эти аффиксы соответствуют Возвратному Суффиксу «ся» В русском языке Следующий аффикс «толганр» Если основа заканчивается на «звонки» Соответственно «толганр» «толганр» Если основа заканчивается на «глухие» Например, слово ЧОТАР вытирать, основа ЧОТ плюс аффикс ТУН, полный глагол будет ЧОТНАР, вытирать, ЧОТНАР, вытираться. Например, ПЕР, отдавать, основа ПЕР плюс аффикс ТУН, полный глагол будет ПЕРТИНЕР, отдаваться, отдавать, отдаваться, ПЕРТИНЕР. Кроме того, как отметили, для образования возвратного залога участвует сложный аффикс ТУН, образованный от страдательного аффикса ТУН, понудительного залога, и аффикса ТУН, возвратного залога. Например, слово НОМЧУТНАР, основа НОМЧУ, аффикс ТЫ, страдательного аффикс ТУ, аффикс ТЫ, побудительного залога, ТУН, аффикс, возвратного залога. То есть, действие НОМЧУ, читать, направлено на себя ТУН, на себя ТЫ, побуждает себя к чтению. Переводится, как уже отметили, заниматься чтением, либо читаться. Следующий пример. ХНААР. 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 ХНААР – это ПРОВЕРЯТЬ. ХНААР – ПОБУЖДАЕТ, ПОБУЖДАЕТ, аффикс ТЫ, СЕБЯ ТУН, К ПРОВЕРКИ. ХНААР – ПРОВЕРЯТЬ СЕБЯ, ПРОВЕРЯТЬ СЕБЯ, ПРОВЕРЯТЬ СЕБЯ, ПРОВЕРЯТЬ СЕБЯ. Вот этот аффикс присоединяется, сложный аффикс присоединяется только если основа заканчивается на гласную букву. Если основа заканчивается на сонодные буквы, Кроме L и аффикс возвратного глагола имеет узкую гласную, И после аффикса с узкой гласной следует точно такая же узкая гласная, то узкая гласная опускается. Например, ГОРЫН – основа возвратного залога от слова ГОР. ГОРЫН – СМОТРИСЬ! Полный глагол будет ГОРНР – опускается. ГОРНР. ГОРЫН – УЗКАЯ, ГОРЫН – УЗКАЯ. Например, ещё СНН – прижиматься, основа возвратного глагола. А ЦНР – прижиматься. Полный глагол СНР. ГОРЫН – УЗКАЯ, здесь тоже ГОРЫН – УЗКАЯ, поэтому она опускается. А если основа заканчивается на букву Л, то узкая гласная выпадает, и буква Л основы переходит в букву Н. Например, КолНР ГЛАГОЛ – основа Колл, Колл, колл аффикс УНС – возвратного глагола. Полный глагол КонР – ДЕВАЦЯ. Прот敗ка Л переходит в букву Н. В афиксах с возвратным глаголом в следующих сочетаниях со звонкими согласиями, например, Узкое гласное выпадает, если в полном глаголе или в последующем слоге тоже имеется узкое гласное. Звонкие, претерпевая изменения, становятся глухими, а буква Н переходит в глухую букву Т. Например, садан, вспоминаться, основа. Полный глагол, саптыр, вспоминать. Полный глагол, оттур, просыпаться. Пазан, унижать. Пастыр, полный глагол, унижать. Эйзин, основа. Полный глагол, эщтр, плавать. Продолжение следует.